Рубрика «Новейшая история» представляет события августа прошлых лет из архива Пятого канала. Птичий грипп в Карагандинской области, в селе Тумсыкшетского района, зарегистрирован падеж птиц. Всего здесь содержится около 300 кур с цыплятами и 20 гусей. Все поголовье уничтожается, жителям выдают денежную компенсацию. Случаев заболевания птичьим гриппом среди людей нет. Специалисты советуют покупать птицу только с клеймом проверки ветеринарного надзора. Гуляй-Бамонт. В Караганде проходит первый ретро-фестиваль. Зрительские места ограничены, билеты дорогие, простые горожане попасть на музыкальный фестиваль не могут. Зато за столиками много известных людей, городское и областное начальство – депутаты. Первый ретро-фестиваль собирает казахстанских певцов и музыкантов, чья жизнь или творчество неразрывно связаны с Карагандой. Подобного ретро-фестиваля в шахтерской столице еще не было. Организаторы обещают, теперь он станет ежегодным. На большом уличном телевизоре карагандинцы смогут наблюдать за праздничными гуляниями. Завершились монтажные работы по установке первого в городе светодиодного монитора. Его стоимость – несколько миллионов тенге. Размер уличного телевизора – 5 на 7 метров. Светодиодный монитор потребляет 30 кВт в час. 50-летний юбилей отмечает Карагандинская детская железная дорога. Когда-то паровоз с вагонами отправился в свой первый рейс от станции Комсомольская к станции Пионерская. Дорога длиною 2 километра 200 метров соединяло село Большая Михайловка с Ботаническим садом. Управляли поезды молодые ребята. Мальчишки и девчонки проходили курсы машинистов. Сегодня, в свое 50-летие, паровоз простаивает в депо. Фильм «Ярлана Кокеева. Добрые парни» вышел на экраны. Специально на премьеру фильма в Караганду приехала народная артистка Казахстана Нагима Искалиева. Фильмом «Добрые парни» осталась довольна. Между тем, в ленте много недочетов. Картину снимали месяц. Авторы говорят, что будут доделывать фильм. А в планах «Ярлана Кокеева» снять еще одну монументальную киноленту. О Нуркене Абдирове. Скандальное реалити-шоу в зоопарке. 19-летний Данил Зыбалов собирается прожить в клетке с животными две недели. В аллеере мальчик находится круглосуточно. За ним наблюдает видеокамера. Мама Данила говорит, что мальчик сам согласился участвовать в проекте. В качестве награды Данилу обещана поездка в Каркаролинск. Однако реалити-шоу в зоопарке заканчивается уже через три дня. Со скандалом мальчика вызволяют из клетки, а организаторами проекта занимается прокуратура. В Шахтинске убит трехкратный чемпион Азии по боксу Ермек Сериков. Спортсмена госпитализируют с диагнозом огнестрельное дробовое ранение правого бедра с повреждением артерии. Медикам спасти жизнь спортсмена не удается. Ермек Сериков входил в сборную Казахстана по боксу, трижды становился чемпионом Азии. Его называли казахстанским Майком Тайсоном. Отличительными чертами Ермека на ринге были бесстрашие и воля к победе. Это были события августа прошлых лет из архива Пятого канала. История продолжается.